Четыре выпускника будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку. Они уже зарегистрировались на экзамен. Известно, что к английскому, французскому, испанскому и немецкому языкам в этом году добавился китайский. Об этом родителям алтайских школьников рассказали на собрании в Министерстве образования. Сдавать единые госэкзамены выпускники начнут уже через месяц. Из новинок допуск к ЕГЭ теперь получат лишь одиннадцатиклассники, успешно написавшие сочинения и не имеющие долгов по учебе. Девятиклассники теперь тоже должны получить допуск к ЕГЭ. Для них будут проводить собеседование. Кроме того, один из обязательных экзаменов теперь тоже будут сдавать по-другому. Поменялся порядок сдачи профильной и базовой математики. Выпускник девятнадцатого года должен выбрать, сдает он профильную математику или базовую математику. До этого года можно было сдавать и ту, и другую. Оба варианта в этом году сдать нельзя. Кстати, стало известно, что вводить второй иностранный язык как обязательный в школах края пока не будут. Постановление отменило федеральное ведомство. Напомним, ранее этот вопрос вызвал неоднозначную реакцию, как в среде учителей, родителей, так и самих учеников. Одной из причин стал недостаток кадров. Открытую не умалчивать.